Провокации, обесценивание, хамство и другие манипуляции в отношениях – это, безусловно, увлекательно, стильно, модно, молодежно, выгодно, иногда даже весело. Однако, такие манипуляции отравляют отношения, делают их зависимыми и токсичными. Манипуляции в отношениях убивают доверие, близость и искренность. Такие манипуляции разрушают внутренние опоры, личные границы и самооценку. Они создают зависимость, беспомощность и наносят вред психике всех участников. Поэтому важно знать про такие приемы, понимать, как они работают, для того, чтобы их распознавать, не вестись и иметь возможность дать отпор. Один из самых распространенных, подлых и токсичных приемов, который по факту является когнитивным ударом – это фразочки из серии. Ты ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь, ты ничего не можешь, тебе все показалось, ты все сочиняешь, ты все придумываешь. Ты видишь только то, что ты хочешь видеть, и вообще не было ничего, да вообще все было по-другому. То есть, вместо доводов, вместо аргументов, вместо диалога, вместо тысячи слов – прямой грубый удар по психике. Это все ерунда, это все чушь, это все бред, так не бывает, это все сказки, вообще у тебя паранойя, галлюцинации, белая горячка. Ты же неадекват, ты психопат, истеричка, манипулятор и вообще токсичная личность. Или то же самое в виде обесценивания, например. Ты слишком остро на все реагируешь, ты слишком драматизируешь, опять ты раздуваешь из мухи слона. Ты слишком чувствительный, или ты слишком мнительная, или опять ты все драматизируешь, опять ты все придумываешь. Или да что с тобой не так, когда же ты поймешь? Ну и конкретный газлайтинг. Опять ты себя в чем-то убедила, опять ты себя обманула, опять ты себя ввела в заблуждение. Снова ты чего-то себе нафантазировала, снова ты выдаешь желаемое за действительное. А вот эти вот твои газлайтеры и абьюзеры, они вот сейчас находятся с нами в этой комнате? При всей простоте и тупости это очень серьезный удар по психике. Это буквально означает, что все, что ты видишь, слышишь, чувствуешь, воспринимаешь, знаешь, помнишь, все это неправда. В действительности все совсем не так, как на самом деле. Это создание невроза, внутриличностного конфликта и удар по когнитивным функциям, то есть по функциям восприятия и обработки информации. Неподготовленный человек после такого впадает в ступор, оцепенение и начинает сомневаться в собственном рассудке. Это провокация, направленная на то, чтобы ты реагировал, оправдывался, защищался, пытался понять вообще, что произошло. Может быть, я действительно чего-то не понимаю. Сразу после провокации часто применяется другой грязный прием. Это подвешивание или висхолдинг. Это запирание своего собеседника в реакции и второй когнитивный удар. То есть провокация, удар по ценностям, обвинение, оскорбление, обесценивание и сразу же фразочки из серии. Да что с тобой разговариваю, ты все равно не поймешь. Да все с тобой ясно, все с тобой понятно. Да говори, что хочешь, да думай, что хочешь, делай, что хочешь. Вот ты даже не понимаешь, что ты сейчас сделал, что ты сейчас сказал. Иди вообще и подумай о своем поведении. Или, например, я обиделась, а ты угадай, почему. Да хватит уже оправдываться, да хватит уже унижаться, да не нужно мне ничего объяснять. Не о чем нам с тобой больше разговаривать. Или, я так и знал, что все будет именно так. Или классическое, ой, все. Буквально это означает, что у меня нет аргументов, но ты должен быть виноватым, оправдываться и извиняться. Особенно сильно это работает после особенно сильной провокации. Особенно сильно это работает с теми, кого в детстве так воспитывали родители. Особенно сильно это работает с мальчиками, которых в детстве так воспитывала мама. Фактически это прием психологического насилия, бойкот, наказание молчанием и эмоциональное отравление, которое используется в качестве или в место воспитания. Здесь срабатывает то, что называется перенос и ретравматизация. То есть человек падает в состояние беспомощного, испуганного, брошенного ребенка, которому очень нужно заслужить прощение. Дальше. Перекладывание ответственности. Это фразочки из серии «Если бы не ты». «Если бы не ты, я была бы счастлива». «Если бы не ты, у меня было бы все хорошо в жизни». «Если бы не ты, я был бы богатным, знаменитым и успешным». «Если бы не ты, у меня был бы Феррари, Пентхаус и Промискуитет, а не ипотека, цирроз и варикоз. Это из-за тебя я бедный, несчастный, толстый и тупой. Это из-за тебя у меня ничего нет. Это из-за тебя у меня ничего не получается. я же тебе отдала свои лучшие годы из-за тебя мне стыдно из-за тебя мне больно из-за тебя я страдаю ты же мне всю жизнь испортил все плохое в моей жизни за тебя это ты во всем виноват это простое целенаправленное отравление токсичной виной то есть ты должен быть виноватым для того чтобы тебя было удобно использовать своих интересах это приглашение в зависимость где ты должен отбывать наказание возмещать ущерб и заслуживать прощение это приглашение в отношении где ты всегда должен если не отлавливать эти фразочки не прояснять их и не возвращать ответственность то вы отравитесь при постоянном повторении это откладывается на подкорку и вы действительно начинаете постоянно испытывать чувство вины и то же самое в обратную сторону то есть это все из-за меня это я виноват это я все испортил это из-за меня ты страдаешь из-за меня ты несчастлива если бы не я ты была бы богат и успешно знаменитый и так далее то есть это отыгрывание роли жертвы это воздействие через чувство жалости и провокация направленная на то чтобы ты например начал говорить это все это не так все нормально все хорошо да ты не виноват это приглашение в зависимость с другой стороны и фиксация вас в роли спасателя но и самый больной вариант перекладывания ответственности это обвинение жертвы посмотри до чего ты меня довела посмотри что мне приходится с тобой делать это ты заставляешь меня делать это с тобой это из-за тебя мне приходится тебя бить унижать бросать наказывать изменять тебе должно быть стыдно за то что я с тобой сделал или это знаменитое а что ты сделала чтобы тебя не били и не унижали то есть это сообщение что это ты сам виноват в том что я с тобой делаю получаем провокация обесценивание газлайтинг подвешивание перекладывание ответственности жалость и обвинение жертвы обращайте внимание на эти фразочки кто вам это говорит как вам это говорит зачем вам это говорит и как вы на это реагируете даже если вам это говорят с заботушкой и любовью особенно когда вам это говорят с заботушкой и любовью